Можете стоять в одном строю с рядовыми. Потом, когда разговор закончился, так, тихо, понимаешь, я, вот, твой командир, ты герой Советского Союза, а я нет. Не надо мне это. Зачем мне подчиненный герой Советского Союза? От мечты о море пришлось отказаться. Пошел в милицию, окончил вечернюю школу. В 60-е был назначен первым заместителем начальника высшего политического училища, ныне Петербургский университет МВД. Михаилу Ашику и сегодня, спустя почти 30 лет после выхода на пенсию, здесь рады. Зовут выступить перед курсантами, рассказать о книге, в которой герой детально описал жизнь и подвиги 83-й бригады морской пехоты. У него это не единственная книга, но, утверждает автор, самая подробная. Особая ценность этой книги в том, что тут процентов 30 взяты из писем, и это все в кавычках написанных вот этими людьми, которые изображены на фотографии. Аллея, вот аллея героев и елочки. На этой аллее героев фотографии Михаила Ашика нет. Здесь только выпускники этого университета. Ашик не в обиде, шутит о нем, пусть напоминают деревья. Некоторые из них он сажал сам, будучи руководителем университета. Где вы их брали тогда? Питомники, конечно. Да, это все из питомника. В этих папках воспоминания сослуживцев Ашика о том, чем жили и как воевали. Документы стали основой нескольких книг, написанных героем Советского Союза. Но Михаил Ашик снова и снова открывает ноутбук и пишет. Пишет о войне, про тех, кто воевал, для тех, кто не воевал. И, надеется Ашик, никогда не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Авиация – это моя судьба. Так говорит о своей жизни Григорий Петрович Евдокимов, герой Советского Союза, легендарный штурман-бомбардировщик. Будущий сталинский сокол родился в глухой удмуртской деревушке Ожги. Родители, колхозники, все время проводили в поле. Родился я в поле, родился-то не живым. Бани топились, суббота была. Ну, бабки собрались, начали хлопать там вот и выхлопотали до 90-х лет. Комсомолец на самолет. Этот призыв одного из съездов ФЛКСМ зазвучал в конце 30-х. Отныне судьбы ленинского комсомола, говорилось в обращении к советской молодежи, неразрывно связаны с судьбами военно-воздушных сил рабоче-крестьянской Красной Армии. Так, закончивший педагогическое училище Григорий Евдокимов попал в авиацию. После обучения на курсах получил военную специальность – штурман. А вскоре началась война. Боевое крещение летчик получил под Киевом в составе 449-го бомбардировочного полка. Цель – танковые колонны немцев. Первый вылет хорошо, а во второй вылет 9 самолетов взбились разных наших. Под Киев, тоже по танковой колонне. Но там 15 техник Мистер Шмидтов караулило нас, а мы без сопровождения шли. На боевом пути много потеряли. У Григория Петровича удивительная память. Перебирая старые фотографии, штурман называет не только имена и фамилии, но и звания всех своих сослуживцев. Вспоминает житейские мелочи, связанные с этими людьми. Хорошие и не очень. У нас там парит был, летчик. Но такой неудачный попался. Трус, самый настоящий, единственный трус в полку был комиссар полка. Это вот он, да? Да. Он ищет место, где бы это меньше, значит, разрывы там. Мечется в строю. Можете представить себе, как остальные чувствуют себя? Командир полка узнал об этом. Он сказал, сдай, говорит, самолет он сдал, и больше, говорит, ты не занимайся газетами своими. Почему вышел из боя? Опять заклинило? Заклинило. За годы войны Григорий Евдокимов совершил более трехсот боевых вылетов. Его имя внесено в авиационную энциклопедию, как одного из самых результативных штурманов. У Евдокимова несколько ранений. В его самолет неоднократно попадали снаряды вражеских зениток и истребителей. Часто на аэродром тяжелый бомбардировщик сажали с горящими двигателями и пробитыми плоскостями. Но мой экипаж не потерял ни одного самолета. Это Евдокимов подчеркивает особенно. На Бастунах уже мы летали, бомбили эту греческую крепость, Солоники, так у них там много было техники. Там снаряд попал в мою кабину, вот вышиб люк нижний. Как мне хватило это упереться в кромку, я удержался все-таки, но осколками был ранен. И вот домой уже перед аэродромом самолет загорелся. Ну, сразу сходу летчик сел и потушили, ничего страшного не было. Звание героя Григорию Петровичу Евдокимову присвоили уже после войны, 18 августа 1945-го. За все, что сделал и за то, что остался жив. Авиаполк стоял в то время в Румынии, а спустя две недели в Москве из рук всесоюзного староста Михаила Калинина он получил золотую звезду. На роль консультанта в фильме «Хроника пикирующего бомбардировщика» герой попал случайно. Режиссер Наум Бирман в 1967 году обратился к командованию ВВС с просьбой прислать кого-нибудь на помощь. «Бомбардировщики? Тогда вам нужен только Евдокимов», сказали генералы. Так летчик и познакомился с актером Олегом Далем. Ну, все будет в порядке, командир. Небо-то какое? Очень хороший артист. Ну, выпивался с детства. Придет, Бирман говорит, у тебя глаза не годятся для съемок, иди отлежись. Но артист очень хороший. «Дорогой Григорий Петрович, спасибо вам за вашу помощь. Жаль, что я не сыграл штурмана, но все равно спасибо». Эту надпись на обороте своей фотокарточки Даль сделал незадолго до окончания съемок. Как оказалось позднее, в кадр военный консультант все-таки попал. Вот он. Говорит, получилось случайно. Показывал технику, как ввинчивать взрыватели в макеты авиабомб. Совет Евдокимова на площадке был нужен всем. Нет, таких серьезных ляп не было. Ну, хотели... Некоторые просматривали фильм здесь. То, что пьянку показали в таком виде, как она была, убрать, говорит. Ну, мы с режиссером, конечно, доказывали, что так же бывает. Это же так на самом деле. Ну, пришлось ехать с бивоном в Москву, в главный политическое управление. Потом оставили эту пьянку. Если смотрели, помните, как гнали из этого, из сурората, спирт выгоняли. Ух ты! Вы вообще-то на гражданке выпиваете? Выпивал парное молоко. На войне без водки нельзя, вздыхает Григорий Петрович. Иногда бывает слишком тяжело на душе. Среди десятков уничтоженных его экипажем танков, мостов, переправ и военных объектов, есть один сбитый самолет. Его летчик не может забыть до сих пор. Пошли на разведку рано-рано, на СБ таковы. А тут приказы за сбитые самолеты, значит, платить. Не помню, сколько там, много платили истребители. Ну, вот наш истребитель увидел нас рано и давай нас атаковать на И-16. Свой? Свой. Рябову, Ваня, говорю, стреляй. Он говорит, он близко не подходит. Второй заход делает, промазал. И Рябову, говорю, подойдет, если твой прицел, сбивай. И он попал, загорелся, ушел. Никому не докладывали во время войны. Это я только после войны рассказал. Вот так никто не знал, что мы сбили свой самолет. Считали, что немцы сбили. Этот самолет снится Евдокимову по-прежнему. Впрочем, на войне, как на войне, добавляет Григорий Петрович, на войне думать некогда. Или ты убьешь, или тебя. И стоять перед этим выбором. Не дай Бог никому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Во время войны Иван Васильев домой, на Вологодчину, писал редко. Боялся лишний раз тревожить родных. Так а что писал ты сам? Сегодня напишешь, а завтра тебя не будет. Какая разница? Разве что любимый, который жила в Ленинграде, посылал весточки. О том, что девушка его не дождалась, Васильев узнал, когда приехал в отпуск. Несколько дней отдыха он получил в придачу к звезде героя. Тогда наши форсировали Днепр. Сержант Васильев обеспечивал переправу штурмовым группам. Он старший, в подчинении 11 человек. На берег, занятый немцами, нужно было перебросить десант с полной боевой выкладкой. Операцию назначили на ночь. Берег-то высокий, наблюдение хорошее. Пустили фонарики. Мы как на ладони над Днепр. Ну, а сами понимаете, что это самое, понтон на воде, это обстрел подвижит, самое даже из стрелкового оружия. Десантники не стали дожидаться, пока понтон упрется в берег. Друг за другом прыгали в воду. Под обстрелом находиться не очень приятно. Лучше быть там, где, куда предназначены. Понтон был уже в нескольких местах продеревлен. Ну, приходилось просто-напросто каким-то образом это самое. Вместе со своими бойцами Васильев сделал два рейса туда и обратно под непрерывным обстрелом. О том, что за это дадут звезду, Васильев даже не думал. Смотрю, кричат бойцы что-то такое, веселенькие такие. Вот, а они каким-то образом узнали, ну, по рации, что это самое, есть решение о присвоении звания Героя Советского Союза. Ну, вот они вытащили меня, давайте качать. Звезду на гимнастерку сержант прикрепил через год. Его и еще четверых сослуживцев вызвали в штаб фронта. По случаю награждения устроили настоящий праздник. Играла музыка, вставы накрыты, водка, вино и закуски. А потом дали отпуск, и я приехал. С будущей женой Надежды Михайловны Васильев познакомился после войны. Встретил ее в Любаве. Он отдыхал там в санатории, увидел и сразу влюбился. Два года писал ей из Ленинграда письма. Она отвечала, пока не узнала, что жених – герой Советского Союза. Я перестала письма писать, отвечать, чего я буду связываться. Зачем мне это надо? Может, у нее уже Бог знает. Васильев в молчании не выдержал. Приехал и забрал девушку с собой. С тех пор они вместе. Надежда позже узнала, что звезда, которая чуть не разлучила их, спасла мужу руку. Уже будучи героем, Иван получил ранение. В госпитале колебались. Оперировать или ампутировать? Оставили руку-то, потому что звездочка была. А так бы не оставили. О том, что он герой Советского Союза, в последние годы Иван Петрович Васильев вспоминает только накануне Дня Победы. И когда приезжают журналисты. Среди книг о войне, грамота, Васильев получил ее вместе с наградой в 43-м. Но домой привез только несколько лет назад. Все эти годы документ хранился в Киеве, в Музее обороны. После распада Союза, Иван Петрович Васильев послал на Украину письмо с просьбой вернуть грамоту. Раньше это было бы невозможно. Сейчас вернули. Теперь грамота хранится дома. Такая же ценность, как и сама звезда. Прогулка возле дома. Вспоминает, были времена, все выходные проводили за городом. Сосиски с хлебом. Такие же любимые, как фронтовая тушенка. Васильев вспоминает, как мечтал, кончится война, наесться до отвала. Главное лакомство – мясные консервы и печеная картошка. Такую, как довелось есть в войну, больше никогда не пробовал. Самое лучшее жаренье в залу положил. И все. Точно так же, как это самое. Переспать после костра, лапок войны набросаешь, и, пожалуйста, себе ложек в постель. Горячий чай на морозном воздухе творит чудеса. В прошлом году Васильевы отказались от поездок на дачу. Тяжело. А теперь герой задумался. Может, рано? Нужно брать от жизни все радости, до последней капли, даже преодолевая трудности. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин знает каждый. Много лет генерал-майор Клочков был заместителем начальника Ленинградского высшего командного училища. Теперь он иногда приходит в музей военного округа постоять у знамени победы. Это копия. А когда-то герою Советского Союза Клочкову несколько раз посчастливилось стоять у подлинного победного стяга. В 2000 году на параде 9 мая он шел по Красной площади ассистентом знаменосца. Настоящее знамя, помню, вот на ощупь. 150-я дивизия, 3-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт. Войну рязанский комсомолец Ваня Клочков начал в составе воздушно-десантного корпуса. В феврале 42-го во время одной из ржевско-вяземских операций корпус был заброшен в тыл врага. Задача – перерезать противнику коммуникации на Смоленск. Продовольствие и боеприпасов приказали брать на 7 дней. Вместо недели десантникам пришлось воевать за линии фронта почти полгода. Снабжение наше выбрасывалось в самолетах. Но они распознали. Костры-то не надо было разводить. А то немцы стали костры разводить. И туда сбрасывали продукты и боеприпасы. И немцы, и мы. Так запретили разводить костры. Даже курить не разрешали. Живых – это раненые, тяжело раненые, легко раненые. Были в строю, воевали с немцами. Ну, опыт человек 400-500 осталось. Но это за шесть месяцев войны. Затем была Сталинградская битва. Медаль за отвагу, ранение, госпиталь и снова на фронт. Десантник Иван Клочков сражался под Харьковом и на Днепре. Было очень трудно, но мы терпели, вспоминает ветеран. А у десантников шлевых нет. Десантники стали гвардейской стрелковой дивизией. Тоже гвардия. В конце 43-го отважного бойца заметили и отправили учиться в противотанковое артиллерийское училище. На передовую Клочков вернулся офицером. Прицел постоянный. К тому времени советские войска уже сражались на чужой земле. Иван Фролыч вспоминает, как интересно было осваивать вражескую технику. Особенно нравился фаустпатрон, дедушка современных гранатометов. Но тогда это была передовая разработка немецких конструкторов. Они простые. На плечо трубка. Трубка, ну, длина чуть повыше моей палки. Передней части и так, снаряд. А вы пользовались фаустпатронами, стреляли из них? Из них? А мы их все время собирали. Еще до подхода, до Берлина. Три домика. А там, видимо, штаб был. Ну и там много было фаустпатронов. И мы их все забрали к себе. Активный член Совета ветеранов Клочков написал несколько книг о войне. Все они стали бестселлерами. В книжных магазинах их не найти. Совсем недавно вышла в свет еще одна. Знамя Победы над Рейхстагом. Герой говорит, издание стало хорошим подарком к юбилею. В книге Иван Фролыч описал действия своего арт-взвода в боях за Берлин. Что потрясает его, да и не только потрясает вообще людей, а удивляет, это изумительная память. Он может рассказать, когда они брали Берлин, он может рассказать буквально по минутам. Когда, какой был издан указ, распоряжение, кем, во сколько, для кого это было. Это просто потрясающе. Это взятие Берлина. Штурм Берлина стал кульминацией как войны, так и карьеры Ивана Клочкова. В ожесточенных боях батареи прямой наводки оказались самым эффективным оружием. Но артиллеристам уличные бои стоили дорого. Подростки-фаустники из Гитлер-Югента и матерые снайперы ввели на них настоящую охоту. Ивана Клочкова немецкая пуля зацепила недалеко от Рейхстага. Залито все кровью. Надо обмануть снайпера. Подождать. Все залито кровью. Раз и не шевелюсь, а снайпер, ну, думаю, пошел кофе пить или коньяк. Запишет, убил советского солдата. Я лично знал Переста, Егорова и Контарию, говорит герой-артиллерист. Да и вообще всех, кто в разных частях Рейхстага поднимал красные знамена. Еще бы! Ведь именно раненый Клочков поддерживал ворвавшихся в здание бойцов. Пока штурмовые группы вели бои на нижних этажах, его орудия подготавливали в верхнее. Купол Рейхстага стеклянный. По всему периметру купола Рейхстага немецкие пулеметчики. И они по нашей пехоте. Мы переключились по этим, по куполу, стеклянной же так, осколочным снарядами, залпом, ну, 200 метров от Рейхстага. Все эти четыре орудия. Немцы перестали стрелять по пехоте нашей. У Рейхстага расчеты Клочкова уничтожили огромное количество живой силы противника. Подбили самоходку и несколько орудий. К званию героя лихого артиллериста представили прямо в горящем Берлине 26 апреля. Тогда же я поставил свою точку в той войне, говорит генерал. На одной из стен Рейхстага Иван Фролыч красным карандашом написал «Клочков из Рязани». Рейхстага Иван Фролыч красным карандашом написал «Клочков из Рейхстага» «Клочков из Рейхстага Иван Фролыч красным карандашом написал «Клочков из Рейхстага» «Клочков из Рейхстага Иван Фролыч красным карандашом написал «Клочков из Рейхстага» «Клочков из Рейхстага Иван Фролыч красным карандашом написал 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 «Клочков Большую часть своей жизни провел среди минометов. Вот уже 30 лет он бессменный хранитель музея Михайловской артиллерийской академии. Поэтому мать-часть ветеран помнит наизусть даже спустя почти 65 лет после войны. Вот так если ударишь сильно, то она становится на боевый взвод. Здесь получается красненькая такая полосочка, кружочек красненький. Это значит, она стоит на боевом взводе. Стоит только так и все. Даже вот когда град или сильный дождь крупный, мы не стреляли, запрещали нам стрелять. Потому что мина могла взорваться, сразу же попадет сюда градинка и взорвается. На войну я малость опоздал. Молод был. Призвали только в марте 43-го, говорит Кравцов. Попал в артиллерист и стал сержантом. Командиром расчета 82-миллиметрового батальонного миномета. В первом мае нам дали ободирование и погоны. В это время, уже с января месяца, по-моему, введены были погоны. Но командир батареи и командир злодов кубики не снимали. Они долго, им нравилась эта форма старая. А это рубашка такая, вартищок надо пошивать. До того, как получить первый орден славы, минометчика аж трижды отмечали медалью за отвагу. Правда, за какие именно подвиги, ветеран уже не помнит. Когда месяцами не выходишь из боев, они сливаются в одно непрерывное сражение. Иногда наш миномет раскалялся до красна, вспоминает Кравцов. Приходилось его водой охлаждать. Мы тогда молодые были, инициативные и горячие. Мы обогнали пехоту свою, и увидели там завал такой, и там аэродром был. Посмотрели там самолеты. Ну что, решили по самолетам ударить. Командир злодов говорит, давай. И мы начали по самолетам стрелять туда. Немцы начали бегать, увидели, что тут стрелять. А потом с автоматом начали стрелять. По-моему, один самолет загорелся. Потом, когда немцы разбежались, и вдруг ура, пехота наша побежала. Помню, танк шел перед нами. Вот, и драпал, по сути дела. Это кто-то говорит, а я шутил, взяли там телогрейку, на танк прыгнули, с Милюса подогнали, а он медленно так полз там. Прыгнули, закрыли эту амбразурную, там этот люк, он ехал, ехал в кувет и заглох. Мы начали стучать, значит, этот, он, люк открылся, и пальцы высовываются, дружащие, и вытащили их оттуда. Свою первую славу Кравцов получил за бои в Карпатах. Его минометный расчет входил в горно-штурмовую группу. Позже писатели дадут этим формированием красивое название – «Карпатские орлы». Война в горах – очень тяжелое занятие, особенно для минометчика. Миномет по 20 килограмм весом, каждая деталь, труба, там, двенадцать лет, плита, ну, плюс автомат. Конечно, тяжеловато было, что там, притом, я даже сейчас не помню, как я мог это таскать все на себе буквально. Наводчиком был ствол таскал, в горах было очень тяжело. Нам дали вьюки лошадей, маленьких таких, сибирских каких-то, шустрые лошади. Как обстрел начинается, мы ложимся, и они ложатся. Одну лошадь потеряли. Там споткнулась как-то, ну, видимо, ездовый виноват, который ввел ее, что как-то. Она уволилась, так жалко было, с минами, два лотка. Перевалив через Карпаты, полк Кравцова воевал в Польше и в Чехословакии. Немцы оборонялись с яростью обреченных. Их превосходили только предатели, перешедшие в формирование вермахта. Ну, это были власовцы, были там еще, вот эти оборонялись до последнего. Даже немцы ругали, что вы отступаете и так далее. Но мы с ними были беспощадные. В одну группу, они рвались, 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 в них нечем стрелять было. Кончились у них боеприпасы. Все равно, не могу, ну, когда человек лезет, что-то не за горло хватает, конечно, мы стреляли. Куда деваться? Наш оказался. Как наш? Чей наш? Русский, что ли? Шкура. Проститутка, в общем. Матерился в шесть этажей по-русски, скотина, как добрал его. Власовец. Товарищи! Сволочи! Сразу после войны минометчика Кравцова отправили в Москву для участия в параде победы. До этого он никогда не бывал в столице. Впрочем, как и большинство из тех, кто бросал вражеские штандарты к мавзолею. Помню, Брежнев приехал к нам, он член в инсовете был, усыпом шею, вешоком. Еще, смотрите, по девкам не ходите, получите трипер или там сифилис, не попадете на парад, и мы вас отправим опять в час и так далее. Ну, боялись, конечно. Я никогда винтовку не носил, был автомат, и еще карабин был у меня раньше. А здесь нам дали винтовки со штыками, главное, чтобы не попасть человеку. Штыком, буквально, мало ли, чтобы не попасть сюда человеку. Были такие случаи. Парад победы до сих пор чуть ли не главное впечатление Георгия Константиновича в жизни. Он помнит его до последней мелочи, особенно Сталина и военачальников. Они навсегда остались в памяти такими, какими молодой фронтовик увидел их в момент прохождения у трибуны мавзолея. Дождь был. С утра как пошел, так и не переставал. Помню, что на трибуне Сталин стоял так, возник, сидел буденный, стоял сначала, потом калинин. Но сначала, когда буденный стоял, что-то он говорил, Сталин так нагнулся, и ус буденного зацепился сюда, и Сталин так рыкнулся. Вот здесь седые у него волосы были, фуражка, такое лицо красное, а волосы седые, белые такие, видно было. После парада военных отправили в театр. Усталые и сытые фронтовики развесили портянки на батареях зрительного зала и крепко уснули. Поэтому Кравцов не помнит, что давали в тот вечер в Большом. Третья звезда Ордена Славы нашла минометчика только через 20 лет. Из-за путаницы в документах Кравцов не думал, что стал одним из немногих кавалеров всех трех степеней Высшего Ордена Солдатской Славы. После войны их приравняли к героям Советского Союза. Историки подсчитали, что золотую звезду героя за время Второй мировой получили 11,5 тысяч человек. Полных кавалеров Ордена Славы меньше почти в пять раз. «Воевать достойно мне сам Бог велел», смеется Георгий Константинович. «Я ведь по имени и отчеству тезка великого полководца Жукова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Судьбу Павла Ивановича Федулова определил советско-японский конфликт на озере Хасан в 1938 году. 20-летний щитовод из города Кинишма Ивановской области добровольцем отправился на Дальний Восток. В боях, правда, не участвовал. Служил на пограничной заставе на Сахалине. Потом Саратовское училище НКВД и Афганская граница. Там всегда было неспокойно. Английская разведка там работала больше. И поэтому, готовив там на постах афганистанских, на той стороне, они готовили всегда переправу. И что самое главное переправу? Своих диверсантов переправляли вместе с кокаином и со всеми этими наркотиками. Вот что... Мы их ловили. Когда началась война, офицеры Амударинского погранотряда сокрушались, что приходится, как им казалось, отсиживаться в тылу. После нескольких рапортов просьбу Павла Федулова об отправке на фронт все-таки удовлетворили. Как специалиста по службе в горах, Павла Ивановича направили в Крым. Немец настолько был силен, настолько был организован, настолько наглый, настолько чувствовал себя, что ему нет никакого сопротивления. В этот момент он устроил такой сабантуй, он сбросил нашу 37-ю армию с Феодосией к Керчи, пролив Чушка. Отступавшие из Крыма советские части перебрасывались на Северный Кавказ. Павел Федулов вспоминает, как обороняли Пятигорск, гору Бештау, потом перевалы Кавказа, 50 дней на одной баранине, жирной и без соли. Затем рота Федулова почти полтора месяца обороняла позиции у реки Боксан. Помнишь, товарищ, белая снега, стройный лес Боксана, блин, даже врага. Помнишь гранату и записку в ней, на скалистом гребне для грядущих дней. Был у меня командир взвода Сережа Пархоменко. Стали подползать немецким окопом. Вдруг немец открыл такой сильный огонь, и причем трассирующими пулями. И в струя идет огненная лавина, трассирующая. Эта лавина проходит около меня буквально, и в его правое плечо. И прорезает его, поднимает его так. От этого ужаса, у меня у самого автомата из рук вот так вылетел, понимаете. Я тут двух-трех туркменов взял и говорю, вот же, ребята, отвезите его в эромедицинский пункт. Вытащили его за дорогу и бросили его там. Ползу, понимаете, по траншей, гляжу, валяется наш Сережа, уже мертвый. Спустя несколько недель после смерти друга Павел Иванович и сам едва не погиб. Пуля пробила грудь, задела сердце и вышла через руку. Он бы там и умер в горах, если б не ординарец. У меня ординарец был, если вы не поверите, Херуим был его фамилия. Я говорю, я смертельно ранен, я, наверное, сейчас умру. Он говорит, да нет, товарищ лейтенант. В этот момент сыграл Ванюш. Это такие минометы, реактивные тоже они. Как только услышали этот виз, какой виз крежет, мои солдатики, которые внесли меня, бросили меня. Один снаряд, мина, она не снаряд, а мина, тяжелая, прямо попадает в этих двух, понимаете, солдат. Бог их наказал. Это тяжелое ранение стало судьбоносным. Именно тогда в госпитале офицер встретил свою единственную любовь, медсестру Людмилу Павловну. Они вместе до сих пор. Людмила Федулова вспоминает, как удивлялась отношению солдат к командиру. Бойцы просто обожали своего родного. Он выпивал, а солдатам давали водочку. Были такие командиры, которые просто воровали эту водочку. А он, как офицер, получал дополнительное питание. Там были конфеты, печенье. Вот он подходил к молодым и говорил, давай поменяемся, давай мне водочку, а тебе вот это. И вот за это его тоже уважали. Самое ценное, что есть в семье, это фронтовая переписка. Стопки конвертов хранятся в укромном месте, в шкафу. Еще ни разу эти пожелтевшие листы не показывали журналистам. После долгих уговоров Людмила Павловна соглашается прочитать несколько строк. На позицию девушка провожала бойца. Вот эту песню он мне прислал. На позиции девушка провожала бойца. А вот пишут он опять. Ранено бедро осколком мины. Раньше ранение опять счастливое. Чуть получило не в живот. После второго ранения командир роты Федулов воевал в Польше. Ему было приказано взломать оборону противника на особо сложном болотистом участке. Малые потери – это визитная карточка Павла Ивановича. Поэтому солдаты, не раздумывая, шли в атаку за своим командиром. Бегом, даже через минные поля. Некоторые подорвались, а некоторые остались живы. Ничего не случилось. И мы ворвались в траншею первого противника. Начался бой. Ежит немец, здоровый такой. Я по нему побежал. А, знаю. Раз упругой, значит жив. Только мертвый, то есть труп может не это, не модернизировать. И вот я повернулся быстро. Ординарцу говорю, Гришка, стреляй. И я в него. А у меня была в это уже лопатка. Я им побежал лопаткой этой по краю. Взяла две гранаты. Одну гранату я пустил туда. Прямо в открытую дверь у них, там блиндаж. Она спускается ниже, туда. Она закатилась туда. А Гришка, то есть мой ординарец, второй. И крышу подняли мы. Там человек 20, ну, знаете, там целое. Мне всего устроили. За уничтожение этого опорного пункта Павлу Ивановичу Федулову присвоили звание Героя Советского Союза и должность комбата. А через месяц офицер снова был ранен. Уже за Одером. В штаб батальона попал немецкий снаряд. По этому победу встретил вдалеке от своих бойцов на госпитальной койке в Тамбове. Впрочем, солдаты нашли своего командира после войны. А затем долгие годы писали ему письма. Бойцы верили, что именно Павел Иванович Федулов своим умелым командованием помог им выжить там, где погибли миллионы. Павел Иванович Федулов Прямо с Синявина зенитка как стрельнул, опять выстрелил. Бах-бах-бах-бах. И все пять штук попали у меня. Я думал, ну все. Но я навоевался тут уже. Пять пробоин от зенитных снарядов. Первый вылет для молодого летчика завершился слишком быстро. Штурмовик перевернулся и отстал от группы. Не вернется Володя на базу. Мысленно попрощался командир. Он вернулся. Уже перед самой землей выправил падающий самолет и буквально приволок его на аэродром. Пробито крыло. Правый элерон. Согнута пушка. Такого боевого крещения здесь еще не видели. Летчики с удивлением фотографировали похожий на решето Ил-2 и пророчили Титовичу удачу. Командир полководных подходит и говорит, ну все. Раз тебя сегодня не убили, значит воевать будешь до конца войны. Значит не убьют. Детство в крестьянской семье. Восемь классов в украинском Краматорске. Работа слесарем. Все это еще до войны. В 19 Владимира призвали в армию. С того момента только небо и только самолеты. В 43-м окончил Ворошиловскую школу летчиков. К октябрю 44-го он уже командир звена 872-го штурмового авиационного полка на Ленинградском фронте. Вот это драка была. Думал, каюк. Как аппарат? Мировой. Я летал на штурмовике, который тут же рядом должен базироваться, рядом с линией фронта, чтобы обрабатывать передовую или по аэродромам, по скоплению войск. Куда скажет командир? Туда мы и там и работаем. В 44-м командир приказал уничтожить аэродром противника под Выборгом. Титовичу предстояло снимать на пленку работу всего полка и привезти на базу данные о расположении противника. Так вот, батя тут, командир полка, так и сказал, говорит, тут вот крепкий орешек, придется, говорит, поработать до седьмого пота. До седьмого пота и первых седин. Он был замыкающим в группе и летел ниже всех, когда появились истребители противника. Сразу шесть машин открыли огонь по штурмовику. Как ни старался летчик увернуться, зацепило масляный бак. 180 литров раскаленного масла потекли в кабину, по рукам и лицу. Еще немного и сгорел бы мотор. Единственное спасение – прыгать с парашютом. Но погибли бы снимки, а с ними результаты работы всего полка. До аэродрома Владимир Титович все-таки долетел. Мотор отказал уже на посадке, и машина просто упала на поле. Все окружили, вот это да. А я у них нет, а я говорю, не да, аэроплан целый, а летать не хочет. Заклинило, мотор остановился. Ну, батя тоже говорит, ну, иди в баню, отмывайся. А текнарь, вот мой, подходит и говорит, вынул, говорит, товарищ капитан, так вы же вот седой. А здесь вот мне, батя тоже вручает орден Красного Замени, что мы заработали. Орден Красного Знамени в 44-м, а в феврале 45-го она – звезда. Героем Советского Союза Владимир Титович стал в 24 года. К этому времени на его счету было 135 боевых вылетов. Его штурмовик враги знали и боялись. Алое сердце на фюзеляже летчик нарисовал сам. Все немцы были разрисованы бубновыми тузами. Ну, а у нас тоже рисовали все, кому что нравится. У меня было нарисовано сердце, ну, а сердце и больше ничего. Да, причесали мы бубновых. Фотография машины с сердцем затерялась после 45-го. А тогда на войне художество не оценили. Убрать демаскирующее пятно приказал командир, но потом передумал. Скромный рисунок. Остальные самолеты украшали куда более вызывающие картины. Стоит рак на хвосте и в лапах у котика держит пивную кружку и пенка так идет. Картинка прям красота. Этой солдатской мечте не суждено было сбыться. Пиво и раков они только в небе видели. На фюзеляже штурмовика. На земле скудный паек и боевые 100 граммов. Только за боевые вылеты в конце дня на ужине там налетаешься, когда по 100 грамм давали 100 грамм. И то не каждый день мы их употребляли, эти 100 грамм, потому что, допустим, какое-то мероприятие, или когда операция идет, нельзя этим делом заниматься. Весть о победе застала его в Пярну. Полк расквартировали по домам местных жителей. Эстонцы, как и солдаты, ждали конца войны. С первых чисел мая по городу ходили слухи. И все же, когда узнали о победе, сначала не поверили. И вдруг слышим страшная стрельба со всех видов оружия. Стреляет с пушек, с пулеметов, с пистолетов. У кого что только есть, все стреляют трассом. А мы пососкакивали, кто в чем был. И говорят, вот это да. Говорили, что уже вот, уже вот, вот война кончилась. А тут она начинается новая война. Никто не верил. Снимок с парада победы в 65-м сделал сам. 20 лет со дня окончания войны. Тогда, проходя мимо группы военачальников, не поверил своим глазам. Такая удача. Маршал Жуков совсем близко, а под рукой фотоаппарат. Шел на собрание, это, торжественное собрание. И когда они смотрю, увидел, я впереди увидел, что они там здороваются, с Георова, Кандария. Я бегом с аппаратом подбежал, думаю, не буду же ругать, не будут. Раз, 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 и наделал. Он вернулся в Ленинград. За годы войны привык и не представлял жизнь в другом городе. Ждал долгие месяцы, когда ему снова дадут самолет. Тогда говорили, в небе тесно. Столько летчиков подготовила война. Но штурвал Титовичу доверили. Пусть транспортный и пусть летающий по одному маршруту. Зато все тот же Ил, все в том же небе. В небе над Ленинградом. Субтитры создавал DimaTorzok Одноклассники знали, Кривошапкин своего добьется, станет железнодорожником. Аркадий мечтал об этом с детства. После школы поступил в институт. Казалось, мечта так близко. Но судьба распорядилась иначе. Началась война. В армию призвали весь курс. На медкомиссии врачи и военные щедро раздавали направление войска. Всем, кроме него, Аркадий Кривошапкин. Меня забраковали. Забраковали по слуху. Я попросил, убедительно просил начальника комиссии, чтобы меня тоже призвали. Просил, пошлите хоть в артиллерию. Там острый слух не нужен. Умолял. Объяснял, что не может оставаться в тылу, в то время, как его друзья идут воевать. Перед таким напором устоять не смогли. Призвали в армию. После ускоренного курса в Томском училище на передовую артиллерийским разведчикам прошел от Москвы до Венгрии. Вместе со своей 316-й стрелковой дивизией в конце 44-го оказался под Будапештом. К этому моменту немцы удерживали правый берег Дуная. Командование требовало прорвать оборону. Поручили операцию Кривошапкину. Учтитесь, что вам могут и герои Советского Союза присвоить, если все будет удачно и хорошо. Это меня не интересует, потому что я не верю в это. Ночью 5 декабря Кривошапкин с тремя разведчиками переправились через Дунай. Теперь, говорит, повезло. Немцы вели по лодке прицельный огонь. Чтобы выйти на берег, пришлось выжидать время. Отсиживались в камышах. Под утро разведали огневые точки. Данные передали по рации командованию полка. Наши батареи получили команду «Огонь». Я, значит, со своими разведчиками вместе пошли в атаку с пехотой. Не надо было идти. Ну, а просто в азарте пошли в атаку тоже с ним. Расчеты пулеметные. Стреляли из автомата. Автоматы тоже с собой были у каждого. Вот так и вырвались в траншеи. Там столкнулся лицом к лицу с немцем. До сих пор помнит. Высокий, ржеволосый фриц целится ему в сердце. Промахнулся. Пуля попала в плечо. На этом война для Кривошапкина закончилась. Начались госпитали один за другим. Ранение оказалось тяжелым. О том, что он герой Советского Союза, красноармеец узнал случайно. Лежа в очередном госпитале читал газету. В ней список награжденных за операцию под Будапештом. Моя фамилия там есть. Там еще есть незнакомые. Их не всех знал. Вот. Кривошапкин, герой Советского Союза, присылал название. Звезду и документы на награду Кривошапкин получил почти год спустя. Перед демобилизацией. Из-за ранения не мог остаться в армии. Рука почти не работала. На этой фотографии видно, молодой человек прячет ее за спину. Руку спасли в Одессе, в военном госпитале. Нейрохирург предупредил. Шансов на успех мало. И будет больно. Делать надо было операцию без наркоза, потому что они по болевому, так сказать, принципу, инстинкту определяли, идет процесс сшивания нерва или не идет. Был привязан ремнями, там, потом... Продолжение следует...